Держать удар непогоды приходится разным регионам по всей России. Сахалин, Хабаровск, Накубани сотни аварий. Причина мокрый снег и туман. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи. В повышенную готовность из-за циклона приведены экстренные службы в Волгоградской области, а в некоторых районах центральной части России ожидают еще и резкое похолодание. Итак, что будет с погодой выходные, узнаем у нашего дежурного синоптика. Сегодня на прямой связи с гидрометцентром Людмила Паршина. Людмила, на этой неделе на европейской части России выделились очень сложные погодные условия. К чему же готовятся выходные? В первый день выходных сохранится неустойчивый характер погоды. В ночь на субботу у Владимирской области пройдет сильный снег. Мороз в Тверской, Брянске, Орловской областях начнет усиливаться местами до минус 20 и ниже. В воскресенье погода стабилизируется, снег будет небольшим, похолодает большинстве центральных областей местами до минус 25 и ниже, в нем около минус 15 градусов. И такая погода считается аномально морозной даже для разгара зимы. На северо-западе потепление, но температурный режим останется ниже нормы. Завтра днем минус 10-15, в воскресенье мороз слабее градуса на 2, пройдет небольшой снег. В Калининградской области в субботу минус 4-9, в воскресенье оттепель до плюс 2 и осадки с гололедом. Приходили сообщения, что на севере региона буквально аномально холодно. Дальше так же морозно будет? Да, Елена, в Мурманской области мороз доходил до минус 40, покрылись льдом даже мурманские заливы, которые обычно не замерзают. Там в выходные днем минус 12-17, хотя потепление не коснется центральных и восточных районов Кольского полуострова, где ночью почти минус 40. В холоде остается Архангельская область, днем там 20-ти градусный мороз. В Повожье погодные условия диктует южный циклон, там метели, гололеты, порывистый ветер. Снова в субботу в Оренбургской области ухудшение погоды, на дорогах гололедятся и снежные заносы, в воскресенье похолодание до минус 10-15. Сильные осадки выпали на юге страны, в Сочи буквально завалилось снегом. Это, конечно, хорошо для лыжников, сезон в разгаре. Как ситуация в горах? В горах Сочи сохраняется опасность схода снежных лавин, а вот в воскресенье погода пойдет на улучшение. Но в Ставропольском крае и Северокавказских республиках сильные осадки будут идти все выходные, даже в начале следующей недели. И тут похолодает. В районе Сочи всего 3-5 тепла. Снежная и ветреная погода также в Крыму. Дневная температура понизится от минус 1 до минус 11. На южном берегу Крыма заморозки до минус 1, минус 3 градусов. Ну вот в интернете появились пугающие сообщения, что в Москве в ближайшие дни будет очень холодно, и что температура упадет чуть ли не до минус 30. Это правда? Елена, не 30, конечно, но холодно. В Москве завтра снег, температура ночью и днем примерно одна и та же, в пределах 10-14 градусов мороза. В воскресенье снег небольшой и похолодает. Ночью минус 16, минус 18 градусов. Днем минус 12, минус 14. В понедельник мороз усилится ночью до минус 20, по области до минус 25, но днем уже пойдет потепление до минус 10. В Петербурге мороз ослабеет. В субботу ночью минус 18, минус 20, днем минус 12, минус 14. Изморозь и туман. В воскресенье небольшой снег, ночью около минус 15, днем минус 6, минус 8. Елена. Спасибо. Прогноз погоды на выходные мы узнали от Людмилы Паршиной. Продолжение следует.